Меня зовут Инна Полякова, я юрист, но сегодня я хочу поговорить о менталитете, границах, ценностях. Я думаю, многим из нас знакомо это чувство, когда шасси самолета касаются земли, и мы выходим из аэропорта с широко раскрытыми глазами, пытаясь понять новый мир, новую страну, новый город, найти себя, найти новую жизнь. И это чувство достаточно, скажем так, ярко выражено и знакомо, если можно. Поскольку во время учебы в Юрокадемии Ярослава Мудрого я путешествовала и принимала участие во многих программах учебных, я ездила в Германию, Польшу, Словакию, Россию, Соединённые Штаты Америки. Помимо этого я ездила на туристические различные программы, но именно учебные программы позволяли понять мне других людей, понять другую культуру, принять её для себя. Но самое главное, что я замечала во время этих поездок, что я не такая, как они, они не такие, как я. Я воспринимаю по-другому окружение, я воспринимаю по-другому шутки, мы по-разному общаемся, мы действительно разные. Ответа для себя я не могла понять, почему так происходит, почему действительно, чем мы отличаемся, в чём разница. И только с поездкой в Великобританию всё изменилось. Я решила получить степень магистра в Лондонском университете Королевы Марии в Великобритании и поехала на учёбу. Именно во время учёбы я поняла для себя, и не только поняла, я осознала и приняла для себя новые ценности, которыми сегодня хочу поделиться. Ну, скажем так, разница, конечно, не такая, как на картинке, потому что не всё так плохо в Украине, и не всё так лучезарно и замечательно за рубежом, но разница в ценностях, в менталитете, в понимании и в культуре, она действительно огромная. Я не хочу сказать, что те ценности, они более применимы в жизни, я не хочу сказать, что те ценности, они чем-то более дороже или чем-то действительно отличаются какой-то ценностью такой вот. То есть у нас есть тоже ценности, которыми стоит делиться. Но я для себя выделила четыре главных ценности, которых не хватает нам и которые есть за рубежом в Британии. Причём я хочу подчеркнуть, что на данный момент звучат часто лозунги «Украине нужны зарубежные ценности, нужны новые взгляды, люди с новыми людьми». При этом очень часто это является популизмом, потому что никто не говорит, о каких ценностях идёт речь. Никто не говорит, зарубежные — это какие, да, это Штаты, это Канада, это Австралия, это Европа, Великобритания. И здесь, собственно говоря, стоит вопрос, о чём идёт речь. Сегодня я хочу рассказать четыре из них. Первая будет вам очень знакома. Это знание ценностей, навыки, способности. Эту ценность я называю навыки вместо ценности, когда действительно навыки являются важнее ценностями. Представьте ситуацию. Вот вы поступили в британский вуз. Вы приходите на лекцию, вас никто не контролирует, никто не заставляет ходить учиться, никто не заставляет зубрить, учить наизусть что-либо или читать определённую литературу. Всё вы делаете самостоятельно, то есть полностью самообразование. Вы ходите на лекции, вот пишите своё эссе первое, сдаёте его на проверку, да, показываете его предварительно тьютеру, да, и тьютер говорит всё бриллиант, бриллиант, то есть всё замечательно, вот просто вы ждёте судного дня, чтобы получить наконец-то свою оценку за это эссе, и вот получаете трояк. И вы не можете понять, почему, ведь вы всё прочли, да, вы более того, вы были прилежным студентом, ходили на все лекции, семинары, вы всё описали, всё, что могли. В чём же, собственно говоря, проблема, почему три, какой вообще бриллиант, тройка за бриллиант. Так было со мной. Первое эссе, когда я написала, да, я тоже, я прочла, я описала, но я не могла понять, в чём же причина, почему тройка. И как оказалось, на самом деле британские вузы, они не дают знания, они дают умения. Поэтому от меня ожидали тоже умений и определённых навыков, то есть навыков анализа, навыков сопоставления и сравнения. Никого не интересует, сколько литературы я прочла, никого не интересовало, сколько я писала и сколько я могла писать. Всех интересовал анализ. Глубокий анализ, умовыводы, построенные на этом анализе, которые при этом базируются на мнении других учёных, на сопоставлении мнений различных учёных, плюс и минус. Никого не интересовало на самом деле то, что просто описание предмета. И почему я хочу остановиться на этой ценности? Потому что она важна во всём. Это не просто речь о том, какими специалистами мы выйдем после вуза. Это не просто о том, как классно будет в компании, в которой мы будем работать, или какими мы будем сотрудниками. Это речь идёт о том, как мы воспринимаем информацию. Речь идёт о том, как мы анализируем ли мы то, что мы едим, куда мы ходим, что мы читаем, с кем мы общаемся, какую информацию мы воспринимаем, как мы её воспринимаем. анализируем ли мы вообще информацию, которую мы воспринимаем, из газет, из соседнего забора, откуда угодно. То есть это концептуальный базис, который лежит в основе вообще всех ценностей, которые строятся. И вот этим мы отличаемся от, в частности, Британии, я не хочу называть это зарубежными ценностями обобщенно. Следующая особенность — это новые подходы в каждом решении. Когда я работала в британской юридической компании, меня удивил второй этаж. В помещении, наверное, вот как это, находился исследовательский центр. Это в юридической компании. И в тот момент я задала себе вопрос, а видела ли я такой исследовательский центр в Украине? И видела ли я вообще в каких-либо компаниях в Украине что-то подобное? Я понимаю, что я не могу судить со своей коробочки юриспруденции. Я начала спрашивать друзей и знакомых, есть ли какие-либо исследовательские центры в Украине, которые построены при компаниях, при коммерческой деятельности. И я понимала, что украинский бизнес, в отличие от британского, менее интересны исследования, инновации и исследования новых практик. На практике, как я вижу, намного чаще новый самолет для компании или новая машина на чаше весово перевешивает какие-либо research and development department или еще что-то. И действительно от этого тоже зависит многое, поскольку исследование и инновации — это то, что дает этот двигатель, собственно говоря, компании. Без них фактически никакого развития инноваций, и внедрение каких-то новых практик просто невозможно. Поэтому это то, что я вижу на данный момент. Третья ценность — это мое наблюдение в сфере рекламы. На фото две девушки, которые будут типичными для рекламного постера в Украине и Британии. Я, конечно же, ничего не хочу сказать против красивых девушек. Это все отлично. На самом деле красивые девушки — это хорошо, да, красота спасет мир. Не в этом суть. Суть в том, что здесь кроется немножко другая шкала ценностей. Потому что когда вы заходите в британское метро, вы видите рекламные постеры, где везде тексты, тексты, векторная графика, какие-то инфографика, схемы. Когда вы ходите по Киеву, вы видите красивых девушек, которые рекламируют все, и то, что нужно, и то, что не нужно. И здесь, собственно говоря, вопрос. Вопрос в том, что нас заботит намного больше то, как мы выглядим, а не то, кем мы есть на самом деле. И поэтому для нас важно действительно то, как мы себя упакуем, намного больше, чем на самом деле кем же мы есть, чем мы себя наполняем образовательно, научно, духовно, культурно, как угодно. И опять-таки это имеет значение во всем, в политике, в бизнесе, потому что в юриспруденции тебя не купят без костюма и атрибута. То есть ты просто себя не продашь, свои услуги. Это и про доктора, это буквально про все. Про политику, это кто из людей вообще читает предвыборную программу, и сколько людей, какой коэффициент, какой процент в Украине ее читают, по каким принципам мы выбираем? По фотографии, по внешнему облику, по костюму. И не говоря уже о том, чтобы отслеживать, придерживаются ли там политической какой-то программы или нет. То есть вот эта вот шкала ценностей, она отображает тоже нашу суть. Я не хочу сказать, что за рубежом все настолько выше и намного развитее. Там тоже есть свои проблемы, там тоже есть популистические реплики, популистические ценности, которые покупаются. Но там намного выше и намного качественнее относятся все-таки к сути при выборе. И этим мы отличаемся от них. В этом наша разница. И последняя ценность, она достаточно сложная, была принята для меня самой. Я ее очень долго не могла принять для себя. Я ее называю как идейный бизнес. Когда я услышала, что в Британии владение компанией в определенный момент передается лучшим сотрудникам, я была удивлена. И я говорю именно не о управлении, я говорю о владении. Потому что моя первая реакция была, ну как же дети? Где же дети? То есть где же дети собственников компании? Почему не им? Почему лучшим сотрудникам? И я не могла долгое время понять, как я представляла, если бы я, допустим, создала компанию и срастила ее сколько лет, как можно передать кому-то извне, кроме как себе? Я позже со временем, проработав в Британии, приняла для себя эту ценность. И я поняла, что именно руководствуясь вот этой ценностью, Британия строит компании, которые существуют с 16-17 века. Действительно, компании, которые приносят новое в этот мир, которые воодушевляют сотрудников, потому что сотрудники, воодушевленные идеей компании и воодушевленные идеей ее продлевания и существования, они действительно творят чудеса. Они действительно исследуют, открывают новое и действительно создают компании империи. В Украине такой практики нет, или она практически нет, по крайней мере, на практике я не встречала. Очень жаль, потому что в Британии на самом деле, что же дают детям, вопрос детей. Детям они живут по пословице, что ваши дети и так будут похожи на вас, занимайтесь собой. И детям они как раз дают ценности, ценность выбора профессии, ценность найти себя в жизни, ценность реализовать себя как личность. Это то, что они дают детям взамен. Потому что вот в той конкретной ситуации, о которой я говорила, у руководителя компании дочь-художница, сын занимается тоже дизайнерским бизнесом, хотя на самом деле родители в сфере юриспруденции. Это та ценность, о которой я хотела сказать. И резюмируя это все, я хочу сказать, как же жить с этими ценностями в Украине. Поскольку вернувшись с Великобританией, воодушевленная всеми ценностями, я действительно начала в Украине творить. Я создала лабораторию правую, я написала живую книгу по эти права. И действительно, многие юристы меня спрашивали, зачем я вообще это делаю, потому что в книге раскрываю секрет, это так не принято. У нас же книги все должны быть скучными, нудными, чтобы не дочитать до третьей страницы. То есть никакой инфографики и о чем-либо дном не могло идти речь. И действительно, начинав творить с определенной верой, это еще было полбеды. Но вторая беда была в том, что как в Украине жить с этими ценностями далее. Поскольку на улыбку в супермаркете или спросить, как дела, на меня в крайнем случае косо посмотрят, в худшем случае выведут из зала. Если говорить дальше, если говорить о том, что общаясь с своим would you be so kind, не могли бы ли вы с нотариусом или с оценщиком, или с переводчиком, и прося нотариуса на полчаса задержаться после шести, чтобы закрыть сделку, и за три секунды клиент берет телефон, и тремя словами решает этот вопрос на мои полчасовые «Не могли бы ли вы, пожалуйста, остаться?» Ты задаешь себе вопрос, потому что как же с этими ценностями здесь жить? И хочу ли я здесь жить? И могу ли я здесь выжить? Потому что я для себя ощутила переход на те ценности увлекательными, интересными и классными, переход назад, он достаточно болезненный в разрезе этих ценностей. И на данный момент единственный ответ, который я для себя на самом деле на сегодня нахожу, это ключ к этому ответу, это только мы сами. Единственное, что я понимаю, это то, что Украине нужны агенты изменений. Это действительно те люди, которые не побоятся каждый день делать выбор, которые не побоятся каждый день принимать на себя ответственность и жить ту жизнь, которую они хотят, жить так, как они хотят, при этом рассуждая ни днями, ни месяцами, рассуждая каждой секунды, каждым мигом, потому что каждый день мы фактически делаем выбор, и каждый день, каждый миг мы должны понимать, ответственно понимать, почему и что к чему мы делаем. И я действительно верю в агентов изменений, это единственная вера, в что мне остается. И я действительно верю в то, что независимо от того, это приезжие или это действительно взросшие здесь, я искренне верю, что только такие люди могут изменить нашу страну, наш менталитет, чтобы наши дети и наши внуки и продлевание истории Украины действительно отжились с новыми ценностями, поскольку на данный момент взращивание этих ценностей это действительно сложный путь. Только мы вправе что-либо изменить, только в наших силах, и я искренне верю, что если хотя бы несколько людей зажгутся искрой агентов изменений, я буду действительно благодарна. Спасибо.